Барнаульские студенты создали интернет-проект для помощи нуждающимся. Вы смотрите наши новости в студии Евгения Даровская. Здравствуйте. Продолжение получила скандальная история с народным артистом Александром Панкратовым-Черным. Правоохранители завели на известного актера административное дело за дебош в самолете рейсом Барнаул-Москва. Напомним, ранее в соцсетях появилось видео, на котором известный актер эмоционально выступает перед пассажирами самолета, пытаясь объяснить суть конфликта с бортпроводниками. Он собирает подписи пассажиров, которые подтвердят, что Панкратов-Черный был в неадекватном состоянии. Я, простите меня, перед вами в адекватном состоянии. Улетаю со своей родины, с Алтая. Чуть позже представитель авиакомпании прокомментировал ситуацию нашим коллегам. В среду 17 апреля пассажир класса «Бизнес» Александр Панкратов-Черный явился на посадку в числе последних. По внешним признакам находился в состоянии опьянения. Просьбу старшего бортпроводника предъявить посадочный талон проигнорировал. Самовольно прошел в салон и сразу же потребовал принести спиртные напитки, сопровождая требования нецензурной бранью. На устные и письменные предупреждения экипажа не реагировал. По решению командира воздушного судна, в связи с создавшейся угрозой безопасности полета, господин Панкратов-Черный был снят с рейса и передан полиции. Теперь народному артисту придется ответить по статье «Мелкое хулиганство». Она подразумевает штраф от 500 рублей до 1000, либо административный арест до 15 суток, сообщает информагентство ТАСС. Сам актер своей вины не признает. У нас пока нет информации, улетел в итоге из Барнаула народный артист или нет. Ну а сегодня в крае не совсем летная погода. Настоящий шторм бушует на Алтае. Жители домов в барнаульских поселках Ганьба и Казенная заимка остались без света и воды. Порывы ветра в некоторых районах ночью достигали 55 метров в секунду. Днем в крае дождь, снег, метель, ветер до 27 метров в секунду и сильный гололед. Власти предупреждают о возможных перебоях в подаче энергии в дома и учреждения и предостерегают граждан от нахождения вблизи деревьев и столбов. Непогода продлится до завтра, порывы устраняют. Продолжим. В Барнауле строят сразу шесть детских садов. Об этом накануне сообщил журналистом глава города Сергей Дугин. Сдадут их уже в конце года и таким образом полторы тысячи малышей дождутся своей очереди. Объемы строительства городначальник назвал беспрецедентными. Пять садиков строят по федеральной программе. Еще один финансируют совместно с администрацией региона. Учреждения, сообщает официальный сайт Барнаула, появятся в кварталах 2006а, 2009а, 2011, на Попанице в 119 и в селе Власиха. Так в городе выполняют указ президента по обеспечению детей до трех лет местами в дошкольных учреждениях. Но очередь в Ясли сохранится даже после их сдачи. К слову, сейчас с момента, когда они могут пойти в детский сад, ждут около шести тысяч малышей. Ну вот алтайские студенты Ранхикс ничего не ждут, а просто действуют. Они решили удобное сделать полезным и создали платформу для сбора вещей в благотворительных целях. Теперь не нужно куда-то самим везти накопившиеся мешки со старой одеждой. Как помочь нуждающимся одним кликом? Вы узнаете прямо сейчас. Этот небольшой кабинет в ВУЗе пришлось освободить. Теперь здесь живут вещи. Как только ребята объявили сбор, желающих помочь малоимущим нашлось немало. И началась работа для настоящих золушек. Отобрать, постирать, перегладить. Сейчас здесь 600 вещей. У нас не смена, у нас, как сказать, кто когда свободен. Сначала это нужно все постирать. Ребята решили старое и в пятнах людям не отправишь. Но пропадать не должно ничего. Сейчас вещи беспощадно разрежут и проведут мастер-класс для детей из малообеспеченных семей. Непригодная к носке получит вторую жизнь. Из любой вещи, из любой ткани можно сделать игрушку. Ну, то есть мы, допустим, можем сделать ежика. Можем сделать, например, если ткань более грубая, то можем делать медвежонка. В век интернета ребята создали платформу, которая упрощает коммуникацию между нуждающимися и теми, кто готов помочь, взяв всю грязную работу на себя. Чистые и чипированные вещи размещают на сайте. Некоторые за символическую цену. Затраты на порошок и бензин. Передают одежду детям-сиротам из малообеспеченных семей и пострадавших в ЧАЭС. На данный момент загружено в целом 17 вещей. 13 женских и 4 детских. Можно увидеть, здесь есть кофточки, платья и джинсы тоже есть у нас. Для занятых и ленивых ребята организовали даже доставку. Можно оставить заявку на сайте, и волонтер бесплатно приедет к вам домой и заберет вещи. А еще могут помочь починить кран, вскопать огород и принести покупки из магазина, например, инвалидам. И все, что нужно, одним нажатием мышки выбрать способ помощи. С проектом ребята решили выступить на Всероссийском конкурсе социальных инициатив. На следующей неделе в числе представителей 40 других регионов в Москве они поборются за главный приз – стажировку за границей в стране, которая пока держится в секрете. Хотя главный приз они уже получили, став нужными тем, кому действительно нужна помощь. Евгения Даровская, Александр Антропов. Наши новости. Вам не осталось еще подробнее рассказать вам о погоде. Сегодняшний спонсор прогноза погоды – Банк Восточный. Чтобы дачу сделать сказкой, оформите карту Банка Восточный. 0% на 90 дней. Приходите 17 и 18 апреля в Банк Восточный. Почти на всей территории края вновь похолодание. Даже в дневное время минусовые температуры. В Бийске и Белокурихе около 0. В Рубцовске, Заринске и Олейске – минус 2. В Барнауле днем до минус 5. Напоминаю, телефон редакции в Краевой столице – 722 440. Полная картина дня в вечернем выпуске. До встречи.